Кирпичный трелистник, строившийся в 80-е и 90-е годы в очень многих городах страны. Дом интересный, дом необычный. Начиная с того, что он внешне может быть разный. Разный, но узнаваемый по силуэту. Естественно, легче всего его узнать по карте, потому что вот он вот так выглядит сверху. Ну и даже проходя мимо, его все равно заметно и дом отличается вот этой своей необычной формой. Интересно еще и то, что дом, так как кирпичный и имеет мало несущих стен внутри квартиры, то планировки могут быть довольно разные. Что общего есть у всех этих домов? Этажей 12. Подъезд 1. Два лифта. Пассажирский. Грузопассажирский. Ну, то есть, можно мебель нормально занести. Но довольно большое количество квартир на этаже. В основном, квартир на этаже 8. Это, естественно, толстые, теплые внешние стены. И внутренняя стена, которая отделяет подъезд от квартиры. Чаще вот такая. Чаще, но не всегда. Ну, то есть, подъезд в большинстве случаев тоже будет не слышно. И на плане хорошо видно, что у всех квартир, кроме однокомнатных, с соседями очень мало граничащих стен. То есть, соседей по бокам слышно будет мало. Ну, естественно, всегда остаются соседи сверху, которых в большинстве случаев, если они неадекватные, все-таки слышно. Но обычные бытовые шумы здесь практически не встречаются от соседей. А еще интересно, что есть противопожарный балкон. Он идет вот с этой части дома. Один. И в подавляющем большинстве случаев он именно один. А здесь просто промежуток между двумя лоджиями. Но в некоторых домах здесь идет второй противопожарный балкон. И, более того, он может быть вот такой своеобразный. Начинаться вот с этого уровня. Или, в принципе, вот так вот необычно быть расположен. Подавляющее большинство домов это только одна и двухкомнатные квартиры в составе. В основном двухкомнатные. Видно, что однушек мало. В среднем двухкомнатная квартира 50 метров, однокомнатная 38. И подъезд тогда выглядит вот так. То есть, есть такие расходящиеся лучи, в которых многие ставят двери для того, чтобы себе сделать тамбур и огородить свою квартиру. Ну и, соответственно, в конце такого луча есть окна, что, ну, просто интересно выглядит. И вообще приятно, когда рядом с квартирой еще и окно в коридоре. Это большинство домов. Но есть еще и меньшинство. В которых вот этих коридоров нет. Квартиры ближе. И поэтому у них совершенно могут различаться планировки. Например, вот здесь уже появилась дополнительная однокомнатная. И вот из этой двушки получилась трешка. Вот здесь квартиры просто соединены. Поэтому у них коридора нет, окна в конце нет. Но у квартир больше метраж. Ну, то есть, вот эти два принципиальных варианта могут быть. Или стандартный с однушками и двушками. Или вот такой. С разными вариантами компоновки. Потому что стены переставили изначально при строительстве. Что здесь с планировками конкретных квартир? Однокомнатная квартира. Вообще, вот эта форма трелистникам, она задает очень необычную геометрию. Вот тут, на примере квартир общих, на плане это хорошо видно. Вот у нас однокомнатная квартира. Она имеет несколько тупых углов. И поэтому вход, прихожая, выглядит вот так. Необычно и интересно. Если вот эту стену убрать и вход сделать, как в старых хрущевках через комнату, как бы вход в кухню, то получится вообще очень необычная конфигурация. И тут еще можно какую-то кладовку сделать. Плюс кладовка же есть со стороны комнаты. Ну и вообще, метраж кухни здесь очень даже нормальный. Ну и, конечно же, огромная лоджия. Ну и редко, очень редко, там, где трешку решили сделать, может быть вот такая однокомнатная квартира. Здесь уже появляется необычная кухня. Необычной формы кухня. Двухкомнатные квартиры. А вот тут уже интереснее. У них кухня может быть вот в этой гнутой части. И тогда она будет больше. И форма ее будет интереснее и необычнее. Или кухня переносится отсюда вот сюда. И она тогда становится абсолютно стандартной, прямоугольной, даже, скорее, квадратной формы. И у нее значительно уменьшается размер. Соответственно, здесь теперь просто комната. Это в случае, когда есть длинные коридоры. Если же планировка изначально у дома вот такая, то эти две квартиры ближе друг к другу. Вход не здесь, а здесь. Получается огромная прихожая, в которой можно встроить просто очень большие шкафы. Там вообще целую гардеробную можно нагородить посередине. И кухня в ней может быть точно также. Или в квадратной части. Или вот в этой разновыгнутой части. Ну и, конечно же, метраж у такой квартиры будет больше. Потому что вот этот огромный коридор, он делится между двумя квартирами. И, конечно же, при любом раскладе у двухкомнатной квартиры обязательно есть тоже огромная лоджия. А еще в угловой комнате может быть два окна. Определить снаружи, будет ли два окна внутри, можно по вот таким дополнительным окнам рядом с лоджиями. Итого. В общем и целом. Дом очень интересный. Дом очень необычный. Вот эти гнутые планировки кухонь или прихожих. Или, в любом случае, какой-то части квартиры. Это даже для новостроек необычно, непривычно. А уж для домов 80-х годов тем более. Стены толстые. Сейчас дом еще и активно ремонтируют. Подъезды нормального размера. Лифт даже грузовой есть. То есть, дом прекрасный. Именно как стены, как материал. Дом очень даже. Жалко, что устроился он в большом количестве городов. Но все-таки не по всей стране. Это была серия 124-124-4. Как обычно, если вы жили в таком доме или были в гостях, обязательно пишите это в комментариях. И обязательно заходите в комментарии к этому и другим роликам. Потому что очень много отзывов реальных от реально живущих людей, которым можно вопросы задавать. И с первых рук получать ответы на какие-то сложные, необычные запросы. Ну и, конечно же, про много других серий смотрите у нас в других видео. А также смотрите, что у нас интересного есть в приложении про вокруг. В мобильном приложении, в котором можно ногами походить по квартирам. Сейчас, пока несколько квартир, они активно добавляются. Приложение бесплатное. Интересное. Заходите, смотрите. До новых встреч в новых видео.